всем привет сейчас у нас будет кормление пауков ну наверное пауков будет и я хочу рассказать немножко про изменения в первом месяце я убрал вот эти вот ветки так они завяли и посадил к ней два вида вьюна или плющ называется точно не знаю но это такое растение которое растет где-нибудь обвивать там разные ветки очень многие у нас выращивают на заборах вот именно в праге у нас здесь в россии такого не видела в праге да у нас выращивать много довольно у нас почти все здесь в этом плюще сейчас в окно выгляну покажу вот смотрите ребят вот видите вот этот забор это обвивает вот этот вот вьюн как у меня вот тоже эти внизу вот это вот вьюн видите забор обвивает у нас это растение очень популярная вот видите тоже она заборах практически везде данный всех на заборах он даже на на подоконнике у кого-то растет видите сажают ну вот поэтому я он он очень конечно сейчас вернусь дома продумал свой рассказ у нас дождь здесь идет погодка такая вот он очень живучий и он очень хорошо подходит вот для разных ящериц вот древесных там да и просто обычных он на земле тоже хорошо всем советую для змей разных ящериц даже паук к паукам птицеедам вот к хамелеонам он дико подходит вот к хамелеонам вообще вот и самое вот идеальное растение это вот как раз вот это вот ну я его он где-то уже недельку у меня здесь растет а сейчас я его ну опрыскаю так вот так вот я опрыскиваю из обычного поливизатора просто увлажняю террариум ящерицу ну это вот как дождь идет у нее так надо вот так вот сделать ну вот как раз у нас дождь идет вроде бы она сидела в какой-нибудь норке и ждала пока этот дождь он конечно он сейчас где-то там спит но не спит сидит вот под корягу него норка тут паучок видите испугался синей паучки водится причем то что здесь у нее вот сверчки которых она не съедала он не съедал сверчки эти дали потом что здесь очень много бегает мелких прям сверчков таких я запретил пауков чтобы они всех этих сверчков попереловили там сядут игрус и крестовики два вида здесь пауков ну все вот опрыскал теперь всем советуют растению рептилиям вот можно даже по древесным паукам птицеедам мне тоже это нравится ну давайте приступим к кормлению начнем с все известные тигенали стеной наверное такие самые главные по пауки канала они у меня везде и почти очень мало видео без их участия у меня и аву на аву на шарке стоит фотография тигенали стеной так ну ладно первая не брось не съела паука вот который бросался здесь на сторонку на тот несло ну ладно потом дом поймать съест а лишь пойдем наверное гелену кормить нашу и 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 все укусила сейчас пойдет все в принципе укус нанесенный все так дальше у нас стоит загрузится на пробе кормления ну тут не хочет иди за фулса ешь своего давай давай разворачивайся и смотрит на меня так не всегда так долго потом она я думаю все равно съест его осталось пересчитать можно надо ловить и тело так ну а пока это решается если есть посмотрим если мне еще пауки нет пауков не лучше нету есть и по моему это стяду до согласилась поестью каракурт он и так очень сытый не стал кормить там уже сейчас про него видео снимал до этого так это агелена не знает как пробраться к зоофобусу наплела тут без без ходу без выходов так лена тоже подбирается за фолос все укусила сейчас будем пытаться протолкнуть к себе пронести как нить укрытие так а вот паучки пользуются моментом избегают не все этот маленький паучок так стяну до груза у нас тяду до очень даже очень хорошо есть мне кажется вот раз она откажется сколько меня уже жертв было конечно и пахнет это не очень походу в этот раз она откажется на нее вообще всегда очень долго реагируют в принципе это поезд это поезд это поезд это поезд так я надо пробирается за фолосу синили на все на этом будем заканчивать всем спасибо за просмотр если у вас есть трептилия какая-нибудь ну или паучки цвет и у вас нет вот это вот ну ключи то обязательно его им купить и так он очень хорошо подходит вот именно ну вот к древесному если вы хотите завести хамелеона то это просто ну или он у вас есть у вас нет этого растения это лучше быстрее его купить потому что это очень хорошее растение она в принципе не сильно прихотливая семья нам за неделю живет он ничего не зацвел ничего есть он не завяла ничего с ним не случилось нормально ящерица тоже выклевит не увладит он потихоньку начинает отбивать вот эти вот ветки и и скоро наверное но обовьет их всем спасибо за просмотр и всем пока